всем привет друзья вы уже забыли как я выгляжу не знаю ли этот настолько пролетело быстро невероятно просто думал вот сниму видео вот расскажу вот вот и как-то не получалось совершенно вот поэтому сегодня решила просто уже сама соскучилась и решила с вами поговорить будет недолгое видео я постараюсь за это короткое время рассказать что у меня произошло за эти три месяца летом какие новинки новости так далее ну конечно все кто не знает кто подписан на меня кто не подписан подписывайтесь я обещаю что я возвращаюсь что я буду рассказывать поделиться всем как всегда где куда чего в общем что хочу сказать у меня практически завершилась строительство ремонт моей студии я уже туда перевезла все картины они так красивенько стоят мне это очень нравится осталось поставить стол чтобы можно было уже творить далее я записалась вернее меня муж записал в школу которая будет тоже находиться том же городе где у меня студия поэтому все очень близко все очень хорошо и я буду читать итальянский язык чтобы сдать на знание языка для того чтобы принципе я иду туда чтобы мне получить водительские права для для этого надо естественно знать язык чтобы сдать теорию а теория очень очень не то что сложно это просто миллион вопросов и надо понимать соответственно вот такая вот у меня цель приоритет мне очень хочется получить водительские права дело в том что в италии не обменивают российские права на итальянские как-то соглашение у нас не случилось поэтому приходится сдавать вот у меня цель у меня есть водительские права с хорошим стажем лет 15 наверное ну вот придется все начинать заново далее что новенького меня я пишу сейчас картину которая в общем я пишу сейчас картину которая уже в месяц 2 наверно я что заморочилась и заморочила мужа в итоге он накупил столько техники чтобы создать тот эффект который мне надо в скором времени покажу потому что уже такие финальные наверное а может быть и нет но я думаю что скоро я доделаю и я думаю вам очень понравится оливка у меня тут кушает вот что касается со временем вы наверно мне много спрашивать успеваю ли я что-то делать ну в принципе конечно успеваешь но особо много не наделаешь потому что некоторые материалы которые я хочу использовать для картин они либо пахнут сильно их надо использовать проветриваем помещение поэтому я это эти материалы отложила на такой срок когда перееду в студию чтобы никому не мешать и делать делать я хотела рассказать вам про поводу новой галереи аспир на нее уже на нее уже второй месяц за первый месяц пришла статистика поэтому я могу о чем-то рассказать вам сказать что это за галерея нравится нам не или нет хочу сказать сразу что сингул арт пока лидирует потому что это галерея которая показалась мне я про сингул арт очень четкая в работе в статистике и так далее то есть в принципе мне она очень нравится что касается аспир по первую я вообще не понимала куда чего нажимать но это наверно все так и спасибо мне одному знакомому который мне очень помог благодаря ему я там смогла понять как куда принимают они заявки сейчас можете пробовать она стоит это денег первые три месяца вы должны платить они пишут что 39 евро но я заплатила 47 потому что у меня какой-то еще налог налог моей страны соответственно я заплатила 47 евро вот три месяца у меня будет подписка и за три месяца я не знаю что они делают но эффекта я никакого не вижу чтобы меня там увидели в этой галереи естественно мне надо все делать самой то есть себя показывает соцсетях рекламировать продвигает всем говорит что я есть вот тут заходите смотрите чтобы показывались просмотры единственное что я выяснила для себя что я могу делать скидки на свои картины сама это очень неплохо даже и соответственно когда вы ставите скидку то ее показывают на первых страницах то есть эту картину могут показать тем самым вы повышаете просмотры не только от ваших соц сетей но и других зрителей которые приходят в галерею вот что касается статистики у меня я не знаю хорошая она или плохая статистика просмотры пока небольшие есть 8 картин которые находятся у кого-то в корзине даже есть в плейлистах это в принципе наверно хорошо дальше что я могу там делать я могу если у кого-то в в корзине моя картина я могу им предложить специальную скидку специальное предложение это тоже очень хорошо это придет на почту на email человеку который сохранил мою картину в корзину и тем самым он может заинтересоваться этой скидкой но интересно то что я не могу вот закончилась акция 10 дней я делаю эту скидку я ее продлить не могу нет мне надо ждать 21 день чтобы эту скидку заново оформить я считаю что это как-то не очень правильно потому что когда я продавала картин писала картину на заказ я знаю что не все покупатели коллекционеры сидят постоянно в соцсетях сидят на почте и бывало что неделю не отвечал нам нам заказчик на корректировки картины соответственно если я делаю там максимально на 10 дней а кто-то может быть в отпуске и не заходит на почту кто-то не успел там ответить поэтому продлевание такой акции я думаю что она должна быть постоянно ну вот 21 день и причем это со всей акции если я выставляю скидку на 10 дней через 10 дней скидка заканчивается это акции я жду 21 день три месяца пройдет и подписку я могу отменить то есть можно продлить подписку на год можно остаться без подписки не знаю что поменяется но я не буду продлевать подписку потому что я не вижу результата так как мне не поставили галочку что я новый артист хотя я смотрю что есть им в этой галереи такие пометки как новый артист как best артист как лучший продавал ну как принципе на сингул арти так далее но вот здесь я думала что когда примут галерею меня у меня будет такой значок на его нету поэтому единственный значок который я себе ставлю это скидка и он работает для просмотра в общем особо пока сказать плохо или хорошо я не могу пробую два месяца это не показатель я думаю что сейчас немножко раскачается начинается сезон как многие говорят я не не склонна утверждать что есть сезон продаж есть сезон продаж именно картина потому что картина могут интересовать людей круглый год это же все таки не сезон на обувь которая нужна дата переобуться соответственно будем смотреть будем идти дальше и что хочу еще сказать у меня есть одна проблемка по поводу фейсбука может быть кто-то знает как ее решить пожалуйста ответьте мне дело в том что у меня моя главная страница на фейсбуке верни мой аккаунт прикреплен инстаграму и я не могу никак отвязать его я делала рекламу на фейсбуке у меня она была вся оплачена потому что я вообще человек недолго я не могу кому-то должна быть поэтому я все отплачиваю вот прям даже заранее может и но дело в том что у них какие-то там проблемы сбои вечно и не пишут за аккаунтом есть задолженность я им писала письмо они мне отвечали официальное письмо что никакого задолженности у вас нету но при этом системе есть задолженности я не могу оплатить рекламу своего профиля в инстаграме потому что надо сначала платить эту задолженность я думаю что там вообще небольшая задолженность потому что я по 5 долларов в день платила но не просто не интересно почему они отвечают их поддержки что мне нет задолженно при этом системе она есть мне пришлось по удалять мои страницы заново сделать новые страницы но ничего мне это не помогло соответственно сейчас я вообще там так намутила что не могу зайти в свой профиль в общем какой-то кошмар у нас еще работает стройка тут в общем у меня видео сегодня очень интересно такие новости у меня на сегодня пытаюсь помучиться с фейсбуком сделать рекламу потому что я понимаю что надо выходить уже рекламировать собственный сайт и этим самым зарабатывать потому что надеяться на галереи на продажи раз в год нет они у меня хорошие мне нечего жаловаться у меня в год три-четыре картина продаются и продаются по хорошей цене соответственно мне хочется чтобы это был прям стабильно стабильно раз в месяц и вот я пытаюсь сейчас настроить рекламу пишите мне если у кого-то была настроена реклама кто-то занимался рекламой и насколько она эффективно и действенно мне все это интересно давайте делиться и я думаю что мы вместе как-то найдем какой-то ответ по поводу того что как же у настроить рекламу таргенте мне не предлагать я это пробовала нашла какую-то девочку оказалось что вообще пришлось мне все самой делать настройка была на российский рынок и мне он не подходит ну что всем хорошего дня спасибо что смотрите не отписывайтесь мне это очень нравится это меня бодрит и я с вами будем продолжать творить пока пока